Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, который звучит следующим образом. Решил стать психологом, но мой отец против, что делать? Я технический специалист, мне 30 с лишним лет, я решил стать психологом, но мой папа против. Он говорит, что сейчас психологов очень много, что нужно работать на нормальной работе. Когда я начал разговор о том, что решил получить психологическое образование, он сказал, опять учиться сколько может. И что я поступаю очень глупо, летаю в облаках. Я пресил трубку, не дослушав его. Как лучше поступить в данной ситуации? Не общаться или попытаться объяснить? Возможно, да, объяснить, если человек не хочет понимать. К сожалению, он человек властный, эмоциональный, жесткий. Я живу отдельно от родителей, но раз в два в неделю мы созваниваемся, вернее, он звонит, спрашивает, как у меня дела, и ты, и я. Запрос задает Егор, человек с таким именем. Смотрите. Я думаю, что вам было бы проще говорить на языке ценностей, а не на языке того, кем вы хотите работать. Говорить на языке ценностей, означает то, что вам важно, то, что вам нужно, то, что вам ценностей, да. И, соответственно, когда и если мы об этом говорим, мы получаем, ну, некоторую обратную связь на это, именно. Мы получаем ответ на то, что нам важно, на то, что нам ценно, вот, и можем как-то выстраивать уже после этого отношения с людьми. Мы можем что-то делать, ну, в отношениях с людьми. Вот, то есть, условно говоря, чем быстрее вы получите обратную связь именно на то, что вам ценно, чем быстрее вы получите обратную связь на то, что вам нужно. Чем быстрее вы получите обратную связь на то, что, как бы, вам именно хочется, а не на то, что вы хотите делать, да, не на то, кем вы, там, например, хотите быть тогда, тем лучше вам будет. Потому что, сейчас вы пытаетесь, просто вот, как-то, ну, донести до человека, ну, просто вы сейчас пытаетесь донести до человека, ну, какую-то такую вот, достаточно, узконаправленную вещь, узконаправленную вещь, узконаправленную вещь, это означает, что, как бы, внимание здесь, ванна, фиксируется не на том, немножко. Дальше, следующий момент, на который хочется обратить ваше внимание, следующий момент. Поскольку ваш отец, видимо, задел вас, ну, именно, вот, задел своим, своей, ну, какой-то реакцией, да, потому что вы не дослушали его, и... бросили, там, в трубку, и так далее, то я так вот могу предположить, что нас это задевает. Вас задевает, на вас задевает его реакция, его, ну, обратная связь вам, скажем так. И я бы сказал, что это в данном случае нормально, то есть нормально, что вам это неприятно, нормально, что вам от этого больно, вот. Но в то же время это является достаточно серьезной, как мне кажется, проблемой, потому что непроработанность такая явно детско-родительских отношений помешает вам, во-первых, быть хорошим специалистом, во-вторых, чувствовать себя свободным. Ну, в принципе, одно и то же. Если вы хотите быть психологом, то вам первое нужно для себя самого определить, зачем вам это, вот именно конкретно зачем, зачем вам это, то есть, ну, вот, что вы хотите через это достичь и сделать. Потому что в современных реалиях действительно непросто работать по нашей профессии, а во-вторых, вам нужно, вот, все-таки поработать над тем, чтобы детско-родительские отношения не влияли на, ну, на ваше поведение, вот. А сейчас оно влияет, к сожалению, к сожалению, и пока это происходит, вам будет очень сложно, вот. Я думаю, так же, что, как и сказал, в общем-то, мой коллега, Кутришев Игорь Леонидович, я думаю, что вам, ну, действительно нужно разрешение, вот, я думаю, что вы нуждаетесь в разрешении своего отца, хотите его одобрения, вот. И вам необходимо, вот, это одобрение, которое вы хотите, да, научиться получать это одобрение где-то в другом месте, другими способами, не отца, вот. Потому что от папы ничего такого не получится, и дело здесь не в том, что он какой-то плохой, что-то не так, и так далее. Дело исключительно в том, что у человека есть своя, определенная, так скажем, парадигма, в которой он находится, в которой он живет. И это его реальность, и вам эту реальность, ну, наверное, нельзя отрицать. А вы, как мне кажется, снова и снова пытаетесь его поменять и переделать, вашего папу. Это, на мой взгляд, не может не быть проблемой, вот. Поэтому, ваша задача, определить для себя свои собственные цели, вот, определить для себя. Свои собственные задачи, вот, и, как бы, к ним двигаться, вот, к этим задачам именно. Не, не, как бы, ожидая, да, и, там, надеюсь на то, что ваш папа, там, к примеру, как-то изменится, да, и что он станет вести себя по-другому. Потому что сейчас есть такое вот достаточно стойкое ощущение, что то, что вы делаете, вы делаете, ну, скажем так, в борьбе с отцом. Вот, это не очень хорошо, потому что становиться кем-то из протестов, да, вот, идея не лучшая. И становиться кем-то из протестов, поэтому я бы вам рекомендовал именно вот такие варианты своих действий, да, и я бы вам рекомендовал именно вот такие варианты своих действий, да. И, соответственно, если вы задаете вопрос, как поступать, да, вот, то волей-неволей хочется вас спросить, как поступать, чтобы что. Ну, и ваш ответ предполагает наличие такого вот человека, который в какой-то степени, да, привык вот себя как-то подавлять, да, привык. Себя игнорировать, возможно, и вам, я бы сказал, необходимо обратить, обрести уверенность в себе. Вот, ну, на данный момент вы, мне кажется, ею не обладаете, не обладаете уверенностью в себе, вот, отчего вам вдвойне сложнее, ну, вдвойне сложнее взаимодействовать. С, что мы, с отцом, и не только с отцом, а клиенты, которые будут у вас встречаться, они могут быть, в принципе, такими же, как хотят. И вы будете попадать в эти нездоровые отношения по принципу наследственности. То есть вы будете вести себя привычным образом, так скажем. Но это не есть хорошо. Поэтому я бы рекомендовал вам все-таки сначала решить свои проблемы. Сначала я бы рекомендовал вам проработать свои трудности, свои противоречия, свои, так скажем, конфликты. А уже потом взаимодействовать с клиентами. Ну и уверенность в себе и проблематика отношений с вашим отъем тоже требует коррекции. Ну в целом, конечно, чувствуется некоторая вот у вас такая, знаете, потерянность. Как будто бы вы потерянны. Вот. То есть, ну вот есть такое ощущение, да, что вы, ну, именно вот потерянны в этом смысле слова. И на мой взгляд это, конечно, не хорошо. Так что выбирайте, решайте, смотрите, как вы будете поступать, как вы будете делать, ну, как вы будете себя вести. Ну вот, в дальнейшем. И, соответственно, уже исходя из этого, исходя из тех, ну, исходя из обратной связи, например, которую я вам, допустим, предоставил, так сказать, так сказать. Вот. Вы могли бы уже, значит, ну, наработать некоторые базовые постулаты для психотерапии. Вот. И, соответственно, тем самым улучшить свою жизнь, качество вот своей жизни. Вот. Сейчас у вас с этим есть, конечно, некоторые, некоторые трудности. Вот. Это правда. И это нормально. Вряд ли можно было бы ожидать чего-то другого. Вот. Вот. Но если вы действительно хотите делать, вот, то, о чем вы говорите, то каких-то серьезных проблем и препятствий я для этого не вижу. Вот. Но надо понимать, что работа с людьми – это сознательное, это сознательное, взрослое решение человека. Вот. Вот. Который сознательно к этому, ну, который сознательно к этому пришел. Вот. Понимаете? Понимаете, да? Вот. Вот. Спросите себя. Ваше решение – оно такое? Вы хотите помогать людям? Вы чувствуете, ну, как бы, в себе ресурсы для того, чтобы помогать людям? Или вы хотите доказать что-то к своему базе, например. Я, поэтому, уже говорил, но повторюсь еще раз. Это важно. Вот. Потому что смешивать это не получится. Вот. Как бы, ну, в наработке клиентской базы, в выборе методики, ну, подхода, да, психотерапевтического. Вот. Участвует ваша личность, так или иначе. И, крайне важно, чтобы ваша личность была задействована целиком. Вот. Поэтому, я, я думаю, что вот именно в таком ключе можно было бы вам ответить здесь. Ну, ну, вот, именно с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Вот. Обращайтесь за помощью. Я надеюсь, что вам это было интересно. Я надеюсь, что вам это было полезно. Вот. Надеюсь, что дал вам пищу для размышлений. Вот. И, соответственно, вы большой молодец, что обратились за помощью. Вот. 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 Но это только первый шаг. Вот. Следующий шаг, это именно вот психотерапия АППМ и реализация как психолога вашего. Вот. Ну и, конечно, помощь в работе. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.